Назвать сильную кислоту со слабым основанием, посмотреть на инфузорию туфельку, сделать непрямой массаж сердца. Все это можно было попробовать на дне открытых дверей в Рязанском государственном медицинском университете. Я с детства мечтала об этом, на самом деле, поступить в медицинский. Еще у меня почти все родственники учились в медицинском, поэтому еще больше желания. Папа хирург, также преподаватель здесь мама Акушер. Ну вот брат старший тоже решил пойти в мед, я по его стопам. К хирургам на лечебное дело, ну это моя мечта детства. Рязанский институт один из самых лучших институтов, так по крайней мере говорят абсолютно все. Сюда даже приезжают люди из разных стран, так что я хочу поступить сюда. Для гостей подготовили квесты по химии и биологии, предметам, которые нужно сдать для поступления в ВУЗ. Отличные знания абитуриенты смогли показать и на профильных олимпиадах. По биологии она уже стала традиционной, а по химии в этом году пройдет впервые. Победители и призеры олимпиады по химии получают дипломы и дополнительные баллы при поступлении. Победители три балла, призеры два балла, участники один балл. Эти баллы добавят к результатам ЕГЭ. Чтобы принять участие в первом этапе, нужно зарегистрироваться на сайте Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова до 8 декабря и выполнить тестовое задание до 14 января. Дополнительные баллы будут начислены и за другие личные достижения. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. За это индивидуальное достижение мы начисляем дополнительно три балла. Наличие золотого знака ГТО – два балла. Также мы учитываем волонтерскую или добровольческую деятельность и здесь начисляем от одного до трех баллов. Абитуриентов медицинского университета ждут шесть факультетов. Это лечебное дело, педиатрия, медико-профилактический факультет, стоматологический и фармацевтический, а также факультет среднего профессионального образования и бакалавриата. Конкурс на них традиционно высокий. Поступать в Рязанский вуз приезжают не только со всей страны, но и за рубежа. Ведь акцент в образовании делается на практику, на формирование умений будущих специалистов. Университет имеет свою стоматологическую поликлинику, которая динамично развивается. Мы до конца этого года планируем завершить выполнение государственных контрактов. Должны это сделать на поставку самого сильного томографа стоматологического для Рязани в нашу поликлинику. Также получат специальный аппарат Фрезер, оптический сканер для лаборатории нашей. И это материальное оснащение продолжается по всем направлениям, не только стоматологикам, которые я говорю. Стоит отметить, что в Рязанском государственном медицинском университете абитуриент имеет право подать документы на три специальности высшего образования, а также на неограниченное количество программ подготовки среднего профессионального образования. Поэтому что выбрать – лечить людей, создавать лекарства или следить за эпидемиологической ситуацией в городе – решать каждому. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Валерий Седов. Телекомпания. Город.